Я вам расскажу такую панку. Вот он собирается спеть песню, которая называется «Тонечка». Однажды, когда Галич выступал в одном месте, его попросили спеть песню, назвав ее «Отжубеечка». И он страшно удивился, а потом выяснилось, что имеется в виду именно песня «Тонечка», которая в сознании многих людей связалась с именем Алексея Отжубея, женившегося на дочери Хрущева ради. И он после этого стал главным редактором газеты и так далее. Была даже такая поговорка «Не имею сто друзей, а женись, как отжубей». В общем, короче говоря, вот такая песня «Тонечка». Вы добавили, это особо нечего. Ну, в общем, творчество Александровича очень поздно вошло в его жизнь и, наверное, сыграло максимальную роль, если бы кто-либо еще. А я очень люблю его песни, такого же женского, у него как бы цикл «Тонечка», там, «Принцесса с нижним маслом» в кино пытаюсь мне показать это. «А что ты только полюбила, так бог с ней, с Тонкой?» Тебя же только полюбила, губами мокрыми. А что папе ее топтун под окнами? А что папе ее, дачка впавшая, халы над топтуной секретаршей? А что папе ее, поики циковские? И по вечерам кино с Целеговской? А что только-то твоя, больно страшная. Ты не слушай меня. Я вчерашнее. Ты с доскою будешь спать со стиральною, за зарплату за его персональную. Про любовь твердишь, про доверие, про высокие, про материи. А в глазах твоих, дачка впавшие, халы над топтуной секретаршей, как вы смотрите кино, все себе и клют. И как счастье на губах, кормили мне. Я живу в домах. Чаша полная. Даже в трюкбе, ведь я на молнии. А вина у нас в дому, как и складится. Ассорди у нас в дому восемь на десять. А папаша приезжает сам к полуночи. Халы и топтуные все пастроночки. Я папаше подношу двести грамчиков, докладаю анекдот про брамчиков. А как спать, положусь вдвоем, стулы, стойкою, вспоминаю то и другое, голос тоненький, ух, характерный ее, прямо бешеный. Я звоню ей, а она трудно, межит. Так как вези-ка меня шеф в Астанкино, в Астанкино, где Титанкино, там работает она, и тёршую на посту стоит. Вся продрошая, вся зябшая, вся простывшая, но любовь свою не простившая. Вся зябшая, вся простывшая, но непростившая. А вот песня, которая уже как раз в моем опере, но она прямолинейная. Это посыл, потому что вот я для себя когда-то определил, вот сравниваешь себя, не то чтобы там сравниваешь, а просто свиняясь часы или планку, сколько-то Вадим Владимирович Егоров написал замечательную песню «Любит женщина меня, мне годящаяся в дочке». И я тут же ему вернул это, я говорю, «Вяло тарпами шовша, я бреду осенней рощей, любит женщина меня, мне годящаяся в тёщи». Он когда отреагировал, тут же он у него подобрал тему, у него есть потрясающая песня о моих 60-х, 110-летиях, которая оказалась самое, наверное, мощное влияние. И вот, вы знаете, я подумал, что вот и песня «Гарича», и вот тот период, который я сейчас воспевать буду, это, наверное, тот, что меня формировало. В своей середине воевать лицеве тяжёлые времена, а всё-таки, кажется, выпало мне хорошее время. Такой начинался «Корчагин» крутая волна накатила на борт от горя, от мова нам впаривал реку и звал нас вперёд цвета комсомола. Но, к счастью, крутился запретный винил, архивный христалищ, и слово понятным меня покорил затравленный галищ, и слово понятным меня покорил затравленный галищ. Страна берегла чуть-чуть мирный свой сон. Врагу будет пусто на площади красные весёлый кваксон прыщавого руста. Учили держать нас язык за замком и фигу в кармане, и брали поэты о долгой своём и чёрном тюльбане. И брали поэты о долгой своём и чёрном тюльбане. Ещё впереди был большой дереван бурлила форцовка, а я встрою отряд нашивки цыплян на ласкан спецовки. И жаркий огонь фестивальных костров наш круг вангетесе и сердце щелило от сбывшихся снов и баротовских песен. И сердце щелило от сбывшихся снов и баротовских песен. Здесь у разных времён свой отсуток дурман. Вот наша эпоха, и всё-таки всё-таки думаю я мы живи неплохо пошли знамёки под съездом дурман в древней разрухе мы верили песням друзьям и слова и взялись за руки мы верили песням друзьям и слова и взялись за руки песен.